О, теперь работает. Супер. Однако, здравствуйте. Здравствуйте. Короче, что у нас сегодня? У нас заключительная лекция. Хотя лекциями это тяжело назвать, но ладно. Короче, сегодня будет такой больше... Практики у нас не будет. Сегодня я буду рассказывать про пространство имён. Вообще, зачем они нужны. И какие могут там быть подводные камни. Хотя там подводные камни компиляторам сразу подскажут. Про припроцессоры. Я не буду там сильно углубляться, потому что бы не ломать ваш мозг. Я покажу то, что самое необходимое нужно использовать. И больше, наверное, чего не нужно использовать. Про псевдонимы. То есть это using, type dev. Ну и ещё немножко поговорим вообще, как проект лучше составляет. Именно его структуру по папочкам, там всё остальное. И немножко я расскажу про статический анализатор CPP-чек, через который будете всё это прогонять. То есть вы будете видеть свои ошибки. Если они будут. А они будут. И в самых неожиданных местах, на самом деле. Ну ладно, как говорила великая женщина, стартуем, да? С пространством имён мы уже сталкивались. Это вот такая вот вещь. Очень злая строка, на самом деле, ребят. Очень злая. И поэтому вообще зачем пространство имён вводится? Во-первых, это даёт некую такую структуризацию вашего функционала. Например, у вас есть функция, которая выполняет одну... Есть несколько экземпляров функций, да? В которых интерфейс одинаковый, название одинаковое, но имплементация у них разная. И бывает такое понятие, как коллизия имён. Назовём это так. И чтобы этого не было, например, одну функцию оборачивают в один namespace, в другую функцию в другой namespace. Всё это равносильно, например... Допустим, вот я создам файлик. Надеюсь, вы файлики уже умеете создавать. Temp.hpp. Так, это мы на потом. Тоже злая строка. Вообще, что из себя namespace представляет? Назовём как-нибудь там Temp, опять-таки, да? И вот его локальная зона вот этих вот имён. Создаём функцию там какую-то фун. Зайнлайним её. Она типа у нас что-то делает. Вот. Но на самом-то деле... Господи, сипипичек. На самом-то деле, это ещё и равносильно вот такому колу. Так. Temp.hpp. AndTemp.hpp. Назовём быстро типа name.hpp. А здесь у нас Stemp от структуры. Всё это, по сути, одно и то же самое. Только запись равная. Что, AntTemp мы вызовем? FUDA. Либо Stemp. Только вы можете что так, что так писать. Но Struct он как бы о себе уже предполагает, именно как синтаксистический, когда мы читаем, что это какая-то структура данных. Да? Либо как такой служебная штука. А namespace сам по себе это... Ну, как видите сами, что обращение что там, что там одинаково. И никакой коллизии нет. А, ну и создадим сами какую-то такую функцию внешнюю. Фу. И тоже за инлайнем её. Вот. Ну, вот такой вот метод не особо хорош. Поэтому мы от него избавляемся. Хотя... У меня был опыт на работе со свифтом. Там нет namespace-ов. И приходилось такую структуризацию иногда делать через классы. И довольно-таки оно неплохо выглядело. И читабельно. Но в плюсах есть шикарный namespace. Поэтому его можно юзать спокойно. Для чего он нужен? Допустим, у нас функция вот... Фу, да? Что-нибудь там у нас дай выводит. Заинкудем сюда что-нибудь такое интересное. Наш старый добрый. Вот. Вывод подтуков. Ну и давайте что-нибудь нашляпаем сюда. Всё шикарно, да? Потом происходит... А, вот. Сейчас покажу ещё одну вещь. Чтобы вы понимали. У нас темп есть, да? Сдём ещё файлик. Темп 2. Темп 2. и теперь давайте попробуем подключить второй сюда и еще хоть скажет из комбинишься не из компилиться так то есть чем проблема нас есть одна и та же самая функция с разными телами реализации его не может выбрать как он из них может выбрать то есть все логично все очень просто поэтому вели такие классные вещи как пространство имен чтобы не было таких коллизий namespace даже но вы смотрите такая вещь ничего не напоминает сейчас у нас это все прекрасно компилиться собирается все прекрасно я еще могу так сделать даже функцию мою находит вуаля то есть весь кошер скажем так заключается в том что вы можете создавать свои пространства именно еще и расширять их но если вы хотите там написать самый большой вам совет такой если вы хотите написать какое-то дополнение к стандартной библиотеки не надо его заносить как это стд потому что потом начинается путаница на проекте даже вы можете забыть это такая очень скользящая вещь поэтому если что-то хотите вынести как отдельными функционалом каком-то такого знаете как name space осморен так как сгруппированный модуль какой-то логический хотя в плане кода именно вот фронтами он ничего не несет это просто синтаксис который позволяет на этапе компиляции там кое-какие проблемы решить вот и все чтобы не было статы коллизии и было приятно читать создаются на мспы пространство имен очень просто пишите name space демоны пиши можете внутри еще создать никаких вопросов но бывают такие вещи что допустим у нас есть функция какая-то извини лежит да вот и мы хотим ее вызвать так не получится а смотрите и здесь я создаю тоже свою такую функцию то есть я напишу демо двойной двоеточие тем двойной двоеточие f вызывается у меня эта функция верно а если просто f то вот это вот ну а вдруг не в реализации я пишу вот так вот а вот вопрос как вызвать внешнюю очень просто пишите вот так вот то есть такое без безыменное пространство имен да мы вот будем держать вот этот поэтому с этим тоже надо быть поосторожнее так как с локальными перемены с локальными глобальными переменами у нас есть глобальная какая-то переменная а да и и у нас функции есть тоже там или аргумент им а да или локальная переменная функция то с какой переменной будет работать сам сама функция с ее локальный потому что у нее приоритет выше то же самое и здесь до но тут немножко другое давайте попробуем но здесь не сейчас мораль не в том что инлайн не инлайн все вот колстик все норм по сути здесь функция даже не разворачивается вот что то есть это наверно один из тех случаях когда инлайн игнорируется комплятор вот и все то же самое когда мы сейчас если бы мы попытались бы взять указатель на функцию то же самое было бы вот но сейчас мораль не о том если я вызову за отлично это может спокойно подруга ой то есть она выводит как раз то есть есть такие вот заметочки бывает такая вот штука про помните про библиотеку может иногда так косвенно говорил boost может даже кто-то слышал про нее либо использовал вот и там эти ребята которые педали этот boost на самом деле boost это к библиотека короче все что есть вы стояли это берется из буста то есть там заходит какие-то новые вещи там через год-два они появляются вы стояли то есть они как проходит такой x типа промышленные промышленное тестирование то есть мы уже в релизных таких вещах и даже как-то хотели ввести boost полностью как стандартную библиотеку но там ребятам библиотечка но не знаешь исходники выкачай там со всеми библиотеки и со всеми модулями там не знаю полтора бы это точно будет уже тоже ты минут она нас документации все остальное а даже так вот видите там скажем так если вы стояли пример по сути есть грубо говоря два вида этих самых умных указатель это там их можно как минимум 5 насчитать и вопрос зачем они нужны до нужны вот и в этом пусть и у них очень такая они очень любят такую большую иерархию вложенности именно namespace давайте мы сейчас попробуем это как-то воспроизвести допустим у нас есть там не знаю аля наш какой-то engine engine потом у него name space какой-то там не знаю корр в нем какой-то там брендера рендер я сказал вот и тут какая-то у нас директива есть равняется вот этим еще сейчас вернемся тоже и вот представьте вы вот написали такой примерно такую ложность вас там внутри классы какие-то на разных иерархиях неважно важно сейчас такая вот вещь ставьте вот пишите этот код рендер 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 наконец-то я до него дошел таких сложностей может быть много как это можно сократить очень просто вы пишите вот такую вот штучку вы знаете что у вас нужно обращаться к рендеру да рендер равняется вот это вот вся строка и вы можете просто написать вот так вы как бы создаете псевдоним namespace а он просто замещает самое интересное вы можете подведите у нас должна быть якобы коллизиями ничего подобного там все красивенько и чистенько получается то есть нам space и сделан для такого удобства потому его часто используют например можно взять то же самый например в стреле вот есть у них папочка экспериментал и например у нас тут есть файловая система работает чтобы до этого функционала файловая система у него есть еще такой вложенный а вот экспериментальный и еще и файл систем но немножко длинновато это все писать поэтому предлагаю сделать это вот допустим файл систем а потом пишем фс чего у нас такого интересного есть пас например давайте глянем в инете как у нас файловая система сейчас он поколдует там немножко покурит пас у нас есть молодец м клики подведите он тоже точно такую же самую строку предлагает написать честно я не спер вот кредит директори и вот с помощью такой вот вещи там передаем пас нужно создать опас у нас как создается обычно строку идет ну ладно сейчас морально то есть как с этим работать понятно и зачем это нужно плюсах очень пропагандируется использование namespace а почему может быть когда на сишки может кто-то видел писал как бы так сказать например в обжекте все немножко там есть часом покажу одну вещь то сейчас не на знание самого обжекте все а именно то как там именуется это все вот у них все классы и методы они начинаются с такого префикса нс немножко историю откуда этот нс взялся когда поперли джобса apple он создал свою компанию next step чем она занималась кто-нибудь знает ну так поверхностно грубо говоря не занимались разработкой очень таких мощных дорастающих компов потом как оказалось оказалось то что нет очень дорогие и они запедали ли свою операционную систему и на основе вот это одна из первых объектно-ориентированных операционных систем unix подобное и весь корр весь api был но обвернут в этот самый вот жекте все и скан так типа как показать фирму они писали ns next system да и в сишки тоже так иногда использую например козикс там треды например пишут п-трэд там п-м-ютекс либо что-нибудь что такое самом деле это не особо как бы ну читабельно но как не читабельно но у нас есть name space и зачем на педали какие-то префиксы то есть это же какой такой прошлый век назовем это так поэтому чтобы не писать там когда у нас есть там несколько функций с одинаковыми на потом придумать такие имена чтобы они как бы различались так так лучше именно обернуть name space так читабельно вы хотя бы даже структуру видите и даже когда в этом пишите название пространство имен двойной двоеточий вас даже и дешка может подсказать как у вас перечень в этом пространстве имен есть функционал то есть это даже дает какой-то такой профиль самом начале я говорил что вот эта строка зло как вы думаете почему ну хорошо где у нас еще селф может быть да может быть на самом деле в густе он тоже есть вы представьте большой проектик у вас такой не кислый люди пять лет там питали ли его и вы на саппорте сидите его вы пишете такую злую строку но вопрос зачем ее ввели не для школьников уж наверно самом деле я могу вам привести не такой из прекрасных примеров которые я для себя использую как такой маст хэв немножко забегу давайте попробуем создать какой-то класс и так медленно так будет быстрее финиш и попробуем его завернуть пространство имен до ну вот вопрос смотрите мы завернули пространство имена вот нам нужно здесь еще реализацию писать кстати это тоже относится к функциям есть два варианта либо мы пишем вот так ясно почему так или нет вот но это представьте у нас методов так очень много и мы допустим рефактор им уже какой-то класс делать очень много муторной работы поэтому разрешается и даже очень хорошо разрешается использовать такую вот вещь и чем ругаемся чем проблема ясно в чем проблема коллизиями вот то есть вызывать этот using namespace нужно вызывать им на своей реализации в клиентском коде то есть где мы здесь с вами используем в меню мы у нас клиентский код и тут наша вот функция меню то что мы педалим да а интерфейс лежит и острым мы как бы клиенты при берем из библиотеки поэтому всегда прописывайте пространство имен если они длинные берете создаете как был укороченную версию namespace там такой это равняется вот полная версия и потом вот эту укороченную версию используете только выделять ее локально но поскольку мы знаем что например у нас когда мы класс создаем у нас один htp ну ашник используется для интерфейса класса и возможно там какие-то утилитные функции или там константы перечисления и реализация у нас в себе пишнике больше там ничего нет это не клиентский это реализация поэтому там это можно использовать даже нужно что может быть если например у нас вложенность такая немаленькая не знаю ютил напишем есть вариант написать так либо у нас получается еще одну нужно сделать самое интересное тут кажется нужно соблюдать порядок нет порядок даже не надо соблюдать то есть по вложенности они отмужен все срабатывает либо можно сделать проще вот так тоже закон впрочем то все у кого-то какие то вопросы есть по новым спейсом еще раз вот у нас ну да две вложенность да конечно тоже есть как бы вариант я здесь хотел показать когда используют это using namespace но реализации можно использовать тут тут даже больше такое на оформление вашего кода но честно говоря так вот проще как по мне и никаких выстрелов ногу у вас там не ожидается то есть у вас есть какая-то такая локальная зона имплементации все там вы можете делать все что хотите вовне это не надо выбрасывать вот так еще вопросы есть поэтому у нас мы тоже все в руках втыкают ну ладно а теперь давайте поговорим по такой интересную вещь как при процессоре и вообще зачем они нужны вот один из примеров вот нас прогнул ванс есть при процессе что он делает как вы думаете то есть я напишу но на самом деле подключение идет тут другой немножко раз раз развертывания вот чего да это правильно но что будет если мы уберем это и кстати прогмаванс он не на всех компиляторах срабатывает на самом то деле поэтому есть другая вещь я потом покажу вообще давайте сейчас в чем прикол если без прогмаванс было бы упс redefinition казалось бы отслеживать сколько файлов мы подключаем когда где как очень просто да но когда проект разрастается у вас все равно какие-то пересечения происходит поэтому есть такие директивы макросы ну на основе дефайнов они помогают избежать этого и она кросплатформенная вернее кросс не платформенная короче между компиляторами но будет одинаково восприниматься но вообще что из себя макросы представляют по сути это все директивы которые начинаются со звездочки например include мы уже знаем что он берет ашники начинают его подключать почему себе пищник нельзя подключать вот тут есть некоторые товарищи которые любили это делать но его делать так делать не надо оказывается что в какой-то степени это возможно для меня это было честно откровение такое когда я сам таким извращением не занимался честно есть интерфейс вот в интерфейсе подключать есть некоторые ребята которые берут себе пищник подключать зачем не знаю и это потом еще заканчивается очень плачевно что у нас еще есть у нас есть такая вещь как define через define что мы можем делать самое обычное это определить какую-то константу якобы констант допустим у нас есть не знаю ну тоже самое число и там еще вот так вот пишут и там еще вот так вот пишут а как там хав там что нибудь такое и это будет заменяться на вот такую вот вещь но есть одна проблема в этих define что define делать они на этапе компиляции разворачиваются то есть это кусок кода допустим у нас есть а а а а Субтитры добавил DimaTorzok Когда будет компиляция, на самом деле код будет выглядеть вот так вот. То есть этот define уже уходит... Он никакой смысловой нагрузки не несет. Именно как память он не делает никакую вообще. То же самое и это. Но я вам как тоже показывал такую вещь. Туда же у нас не компилится. Потому что здесь ровно стоит. Как-то он показывал такую вещь, что, например, у нас есть... Можно еще делать такие вот вещи. Вопрос. Смотрите. По поводу вот этого define. Получается, мы как бы создаем такую псевдо-функцию. Что она делает? Мы создаем имя, да, и в скобочках указываем, какие у нас аргументы. Любые просто имена придумываете. Можете даже матюки писать, если хотите. И вам TeamLead будет позволять это делать. И дальше справа от названия этого всего у нас идет, скажем так, тело. То есть на какой код будет это замещаться. Да. А? А тип данных. А тип данных выводится по дедукции. То есть смотри. У нас... Я заношу 56 и 67. Вот если сейчас откинуть правую часть, вот эту вот... Вот как вот этот... Вот этот макрос развернется. Как он будет выглядеть? Да. То есть эта строка вот так вот заменяется. 56 плюс 67. По умолчанию 56 и 67 это какие у нас? Вот. А у нас 2, 0, F. Это флот. То есть получается здесь при перемножении у нас 67 будет конвертироваться во флот. Если моя память не изменяет. А потом когда суммируем, должен быть во флоте. Даже не должен, он даже так и будет. То есть это все будет конвертироваться. Но... Сам факт. Мы ожидаем, что мы пишем operation, да? Опять-таки вернемся. Мы ожидаем, что сначала он посчитает типа как сумму, а потом умножит ее на 2. На самом деле вы сами видели, что когда при развертывании, такой фишки не прокатывает. Нужны скобочки. Это все решает. Но... Так тоже не советую вам делать. Макросы... Вот вы примите себя как аксиома, так и макросы используйте только в самых критических необходимых ситуациях, в которых, если шаблоны не позволяют этого сделать, в плюсах, то аккуратно пишите макрос какой-либо. Например, из таких макросов я очень люблю... Допустим, я хочу кусок кода, который напишу здесь, перегнать в строку. Сразу же. Как это можно сделать? У макроса есть такая магическая штучка, как внутри тела самого макроса решетка. Так, стопы я. вот он так выглядит. что происходит на самом деле. Допустим, напишем какой-то простенький шейдер на JLS. А, вот это есть ли паркат. Сейчас покажу вам. Хейдер на нашем канале. Хейдер на нее. Как это? Уже. Продолжение следует... 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 То есть, if-dev, if, if-and-dev, сейчас вам покажу, зачем это нужно. К примеру, я хочу проверить, когда я пишу, например, это очень классно, когда я пишу какой-то кросс-платформенный код. То есть, у меня, например, под одну операционку этот кусок кода должен компилиться, под эту операционку этот кусок кода, к примеру. Давайте попробуем это воспроизвести. Что мы делаем? Я пишу, if, define, я проверяю, это винда у меня или нет. Win32, это как бы один из таких. Define. Нам знакома уже логическая i. Вот, видите, синеньким, ну, таким вот цветом. Go to definition. И, естественно, нужно вот это вот все закрыть, вот так вот. Если у нас для каждого if такого должен быть and if. Есть еще такая прекрасная вещь, как l-if. Либо просто lz. И, к примеру, например, пишем такой код. А, ну, к примеру. Так. Так. OOOO. Так. Так. Пусть вот. Так. tang Beyonceäl thing. Так. 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 или не надо здесь конс и вот и когда я вызову 2н32 то у меня будет возвращаться true но если я буду например на другой какой-то системе запускать то у меня будут возвращаться false то есть такие вот вещи можно вытворять понятно чем профит вот в этих вот моментах define это единственное решение да вот тут рядом где-то было однако братути допустим мы хотим еще например проверить там отдельно linux например не знаю так пишется ну и там lg у нас например если нужно то ничего там нет есть еще такая вот вещь прекрасно можете на основе макросов сделать такую штуку да все крайне или неправильно сейчас минуточку да все правильно можно такую ставку выделить не знаю почему так сюда идет то есть мы делаем преднамеренную ошибку на этапе компиляции например зачем это может быть нужно примеру мы пишем какой-то код да мы знаем что в будущем у нас он может там портироваться на другие системы но у нас еще не сделать нет реализацию да и понять сразу там когда мы компилим вроде все запускаются но ничего нет и такой сидишь в чем проблема документации нет этого нет то можно по хорошим например мы пишем если у нас другие какие-либо там операционной системы мы пишем просто-напросто вот там над инструментов когда я сейчас компили у меня ошибки никакой не будет но если я попробую запустить это на другой платформе у меня будет ну как не винда уже а совсем дура то есть на else перепадет и когда компилироваться мне уже будет явно ошибка то есть вы можете явно предупреждать разработчиков почему говорят компилятор ваш друг вот да не смотрите игра игра вообще программой игрушка она проверяет через аппи например у пенжели либо герри тыкса какие фичи поддерживаются и вообще какая версия это например там герри тыкса например до максимально поддерживается если он видит что там у него минимально например 11 герри тыкса у него максимум на компете они там 10 то естественно вывалит ошибку он делает через directx это уже api это это уже врантами выполняется это совсем другие вещи это мы делаем запрос на видеокарту и это совсем другие здесь объясняют то что как на этапе компиляции происходит врантами там совсем другие вещи происходят это как базу данных мы делаем запрос есть такое нету все то же самое и здесь нет еще раз есть такие программные интерфейсы как directx либо opengl напевают directx и мы можем когда создаем есть функции которые позволяют поддерживать ли данная видеокарта эту версию там какую мы захотим передать версию данного который нам нужен directx например одиннадцатый да но я получаю что у меня например только максимальный 9 видеокарта поддерживает потому что не и драй либо там драйвера не стоят там для после последний драйвера видеокарты либо вообще эти видеокарты по своей железяки не может поддерживать вопрос как это сделано это педали уже в самих дровах того самого железячки это вот и все она хранит себе эту мета информацию скажем так мы просто делаем запрос через программный интерфейс это совсем другие вещи надеюсь объяснил ну программисты юники написали там через opengl там например вытащить там такие-то расширения он получает список если смотрят что у него хватает этот функционал который у него есть все он дальше работает если нет он бывали в дом message box ребята извините у вас железяка не подходит все просто ладно немножко отвлеклись опять-таки возвращаемся к при процессором тут понятно для чего такие вот такая магия используется убедительная просьба никогда не пишите вот если вам нужно какую-то константу определить сделать ее обычной константы не надо писать define и давать еще один такой из ходовых примеров вот вернемся к тому же самому темп да у нас когда мы генерируем визуал к нам педаливает такую очень ногу прагмаланс но если попробуем на джину это скомпилить ничего хорошего вряд ли вас не даю гарантии что у вас это будет восприниматься и вообще будет ли это компилиться есть такой вариант один из логических define of которые определяют их назовем там не знаю дема и в конце файлик опять таки мы закрываем наши условия вот щита происходит первая директива когда мы включаем несколько файлов к примеру да один и тот же файл несколько раз что происходит когда он первый раз сюда начинает развертку где когда первый раз он тут проходит выбрать определен ли вот такой вот define с таким именем если нет его то есть у нас еще код по сути там мы не проходили это он пишет define все это такой логический флаг на этапе компиляции этот при процессе по сути то даже не туда и там компиляцию сам по себе большой но один из этапов компиляции тот при процессе так и называется вот это важно и вот он смотрит если if and def на этапе при процессе на он положительный то есть нет такой такой еще директивы то есть define до инструкции то он да хорошо давай сделаем define такое установим он дальше берет разворачивает и закрывает этот и потом когда мы второй раз им клуб сделали то же самое функции ой файла чем дело там спрашивает определен ли такой того директива но мы что уже проходили и значит он уже определена поэтому это дальше все будет игнорироваться вот и все эта штука железно работает и во всех ваших клиентских ой во всех ваших интерфейсных файлах то есть hpp-шники там ашники всегда пишите такие директории какими именами я для себя всегда выбираю до зачастую во всех проектах пишут как зависимости от от вложенностей ваших вот например у меня дэйма ютил тем да я пишу дэма ютил темп все а степи все то есть вы по любому будет у вас будет по-любому уникальное имя этого дефайна никаких пересечений не будет когда принимаю такие правила за аксиому почему именно такие ну честно это уже более чем десятилетний там двадцатилетний опыт поэтому носком так традиция уже такая поэтому я настойчиво рекомендую использовать именно такую вещь она всегда будет работать даже можно не кажется даже если залезть сюда они тут прогмаван стоит винду зятники вот еще один из примеров таких вот прагмал на самом деле что это прагма делает например у вас может один из примеров как когда вы компили эти какую-то библиотеку да у себя на своей движке там это та же самая визуал когда например вы компили у вас какой-то ворнинг когда вы подключаете стороннюю библиотеку хотя вы знаете что это библиотека отыщена там протестировано все нормально но у вас вылетает какой-то ворнинг и он мозолит глаза и вы понимаете что этот ворнинг ничего несет такого вот опасного бывают такие допущения как его можно красиво сделать получается с помощью прагма есть у меня такие дополнительные скажем так вот видите у него есть такой короче на вот этот набор команд позволяет я честно сейчас сидеть разбираться нужная документацию курить но если в двух чертах она позволяет явно разрешите допуск этого ворнинга поэтому у вас не будет вылетать в вашем а вот пути там при компиляции то есть там это не будет не уорнинг ну короче его не будет потому что вы сами явно себя даете отчет что у вас здесь все нормально я лично никогда такие вещи не использовал вот но дядечки из microsoft и решили что нужно вот такой вот вещи то впедать но в педали все то есть это один из способов как будет такой явно показать что у вас есть возможно здесь будет ворнинг а урнинг у нас здесь тут уж макро ну вот честно я не знаю что он тут делает вот еще есть такая вот директива из макроса тоже андев что она делает например мы написали define там бла-бла-бла да мы потом хотим снять директиву этому пишем андев бла-бла-бла все это директива больше не существует поэтому когда мы напишем и в и в дэв бла-бла-бла топ нам скажут что фолст такой нет поэтому да это софта двумя типами ограничено переподключение прогнозы файл возможно это даже при паркировании зачем так не знаю а может было это знаете как короче чувак делает такую вот вещь вот у него весь этот код да там как его там лунгер какой-то поятер откуда он тут напишет стандарт хелефу microsoft короче как этот чувак создавал файл он делает вот такую штуку создает ашник до хедер у него программа он сразу создается вставляет код с и фэнд фом поверьте ребят может и такое бывает и это еще не самое худшее что вы можете увидеть поэтому либо были на то другие причины чертова ну как показывают горькая жизнь и такое бы ну надеюсь это делать не будете ну и сильно перегибать там идеальный код там все красиво а когда у вас там тело самого нет то что выполняться должно быть грошем цена так называемый приступ джуна так ладно а еще забыл одну вещь перебили меня вы смотрите есть и фондов то есть этот проверяет нет ли сейчас такого если его нет то он возвращает true а есть наоборот еще есть просто и в дэв он проверять есть ли на дамом на данный момент такая штука понятно но я думаю здесь как бы все вкратце понятно что как зачем вопросы есть какие-либо до и в дэв позволяет только одну сделать а if define it позволяет несколько условий сделать но если у нас одно пишем и в дэв и все в порядке да что чтобы почтить использовать на самом-то как сочетание есть есть особенно они подводные камни будут когда например один из таких примеров можно пин с универсальной ссылкой тоже один из примеров до потому что мы выделяем память но смотри 314 он уже когда был define это вообще по сути зло но очень скользкая на самом деле это такое знаю черное зло на стороне добра это сложно объяснить но бывают такие что моменты не надо писать если хотите сделать черт возьми блин там константы блин напишите не поленитесь написать это вот так ин констант не знаю еще раз смотрите когда вы делаете константы вы их определяете так а инициализацию нужно делать себе пищники до зип файл понятно да без разницы а при компиляции одно и то же самое негласное правило знаете сколько таких негласных правил есть некое негласное правило атрибут класса писать м нижняя подчеркиваем потом название его а есть там еще как назвать норвежская аннотация кода то есть чтобы передать название например перемена нужно еще указать какой-то из под типов например у нас это допустим у нас это строка что если строка это указатель на чарса звездочкой конст там нужно писать lpz и название там name то есть таких негласных правил очень много есть книга шикарная по там называется на английском c++ concurrency programming in action что-то такое есть перевод этой книги там чувак именно вот объясняет что например писать const int либо in const одно и то же самое а тут и это другое совсем то что у нас с левой стороны от звездочки а с правой стороны от звездочки это казак кажется уже объяснял это совсем другое это мы уже опять к указателям возвращаемся поэтому это минус кам мир можно написать так и это будет равносильно что вот так да все а если мы говорим что вот так вот то извините меня это совсем другие вещи што што так ладно еще вопросы есть какие-то ладно давайте сейчас по псевдонимам донимом короче есть все есть такой псевдоним интересный что вообще позволяет делать допустим у нас такой длинный крокодил типов сейчас он попробовал написать неважно что это такое но сейчас покажу один из таких вот примеров что может быть для чего эти type def нужны они давайте сделаем проще полезен то что у нас уже готова есть у нас один человек тут есть группе который очень любит вектора терки это немножечко не то а вот type def чё это такое тайны просто она создает псевдоним какого-либо типа более конкретно например меняю структурка там не знаю дэма есть какой-то шаблонный класс вот у меня в дымке эта штука хранится примерно таким вот способом как шаблоны работают примерно понимаете на такое что происходит я пишу дэма и телес все я могу создать такую переменную но во первых так держится вся структура но когда это развертаться на самом деле это все развертывается вот такую вот штуку наоборот это не макрос эта команда которая позволяет на этапе компиляции контакт короче говоря это тайп дэп позволяет вам создать обычный псевдоним вашего типа почему вы вели например все он появился и перекочевал в плюсы из-за например когда у нас есть указатель на функцию указатель на функцию как выглядит очень большой писать 150 раз одно и то же самое невыгодно поэтому создает обычный тайп дэв и все к шерме тайп дэв например стиль очень любит такие вещи и это не зря например возьмем вот и гей так это не то так стринга ты где basic string string inline basic не то не то не то не то не то не то н g м д не не на вернемся сюда что по сути вот этот код делает смотрите у нас здесь передается так она здесь передается тип вектора даже тип который он до тип вектора из этого типа вектора мы хотим получить по сути мы сейчас с вами лазим в классе итератора константного вниз не суть важно важно то чтобы мы в коде дальше там внутри у себя не писали вот такие вот крокодилы тайпные май век там был ютай можно сделать короче тайпдев определили раз а потом был летать там внутри себя используем вот и все и плюс это очень хорошо например когда мы более структурированный код такой пишем ну в плане оформления кода мы знаем что вот взять вот этот итератор и мы хотим получить какой тип данных вообще хранит итератор уберем ты вылета ip от него война двоеточие вы так все прекрасно вот и все но у тайпдев а есть одна такая некошерная вещь сейчас вам покажу опять таки связано с шаблонами допустим у меня есть так а я хочу использовать вектор на флот хранита я пишу что это мне такое не знаю вот вот обои такой момент что у меня нужно использовать такой можете спасибо потом я понимаю что мне нужен еще для это то есть я всегда хочу использовать тот вектор как за основу р и да как контейнер этот но для каждого типа мне нужно будет потом так ходить чтобы не писать вот такие вот вещи да это очень утрированный пример думать хорошо можно сделать шаблон для той для тайпдев типа написать тайпный типа мы сюда передаем ты это наш такой типа фирре будет но у нас это не прокат потому что тайпдев он всегда требует чтобы у него инстанцирование типа с но не инстанцирование а вот всегда ним должен быть за именно полностью никаких шаблонов вообще никаких вот там дополнений то есть четко все типы указаны но не беда есть прекрасная штука которая в 11 плюсах появилась это юзин как он работает он работает как тайпдев только чуть наоборот вернее в записи здесь написали что типа тайпдев я хочу вот этот тип определить как и назначить ему псевдоним здесь наоборот мы говорим что я хочу вот такой псевдоним и это типа равносильно вот такой вот записи вектор флор сейчас у нас будет коллизия имен скорее всего странненько ну ладно но чем прелесть этого юзинга он позволяет делать вот такую вот вещь вот такое чудо он позволяет и потом когда мы пишем контейнер можем сюда передать наш тип мы знаем что у нас будет флот и хранится так что мы не так а а а да не вот то есть я знаю что у меня как контейнер будет использоваться вектор либо еще один из таких примеров можно привести такой вот у нас есть опять-таки шаблон с несколькими типами нулевое и и Продолжение следует... Я знаю, что у меня, например, первый тип всегда будет меняться, а второй, например, у меня будет флотом. Я пишу my demo int. По сути это все развернется вот такой вот вещь. Это будет равносильно такой вот строке. ясен пень хорошо вопрос что лучше всего использовать на самом деле если пишите на плюсах именно начиная с 11 стандартой то лучше всего юзинки использовать он более динамичный но если вы хотите там не знаю совместимость со старыми там программами либо там все это лучше то конечно тайпдев я лично для себя выбрал что юзин мне вот с ним проще работать вернем более такой динамичный и из-за такой динамики через шаблоны позволяет меньше кода писать компилятор за вас сам допишутся так теперь давайте немножко вас расскажу вообще про оформление но не оформление о структуре проекта смотрите во первых все упирается в то что какой проект вы пишете если это у вас какая-то командная работа первое что еще определяете это какие платформы какие инструменты библиотеки и какая структура вашего кода будет то есть в одну папку src то например сарцы дела служат закидывать тупо все нехорошо если вы знаете что у вас например namespace есть какая-то ложность то эту вложенность очень хорошо лучше делать еще по папкам почему сейчас покажу вот у меня есть моя структура файлов до это скажем так как не урок а совет сейчас будет я создаю папку я знаю что у меня здесь будет храниться например порно 4 4 5 5 5 и Вот, и смотрите, я создаю, например, вложенность в namespace. Core. Здесь уже создаю класс engine. Потом, когда в клиентском коде я это вызываю, я пишу вот такую вот вещь. Core. Engine. То есть, когда у вас есть вложенность для namespace, по-хорошему делайте еще ее как в директории в файловой системе. Это дает такую определенную логику для чтения. Потом я пишу Core. Engine. И мой engine создается. Даже если вы заметили, что когда я подключал библиотечку к эксперименталу, видите, она даже отдельной папкой лежит. У меня есть такая вот штучка, как файловая система. Опять-таки, я должен писать STD, experimental, file system. И уже там обращаться к базовым классам. То есть, это вам такая небольшая вопрос на заметочку. По поводу оформления проекта как в директории. Смотрите, у вас есть, как минимум, такие вещи. Это там, где у вас лежат исходники. Где лежат библиотеки. Где лежат файлы проекта. То есть, там у вас solution. Либо make file какой-либо. К примеру. Так, где я тут создавал? Вот, отдельно папочки sln. Это файлы проекта. Есть еще, естественно, то, что у вас на выходе. У вас будут на выходе две в основном директории. Это промежуточные файлы, которые с расширением. Вот видите, temp. obj. Сейчас, по умолчанию, когда визуалка создает, она создает зависимость моего режима. Я компиливу все в дебаге. Он создает папочку и закидывает туда промежуточные файлы и intermediate файлы. То есть, тут наш temp. obj. main. obj. Потому что у нас два себе кличника было. И когда создается бинарник, он сюда скидывает экзешник. По-хорошему, нужно прописать это все в директориях визуалки. Как это делается? Примерно вот так вот. Блин. То есть, здесь выбираете, какой из режимов вы настраиваете. Здесь мы подключаем наши библиотеки. То есть, это здесь просто-напросто уже такой разбор самого, как работать с визуалкой. И вот здесь у нас есть output-директория. У нее есть с ее стороны макросы. Если хотите, посмотрите, они вот здесь все есть. Ой, не здесь. Edit. Макросы. И вот вы смотрите. Где, какое, что значение имеется под собой. Вот и все. Например, я хочу закидывать бинарник в такой вот x86-дебаг. В данном случае. Потому что, видите, у меня сейчас настрой идет в дебаге в 32-битной системе. Давайте попробуем с компьютером. Еще раз удаляем это все к черту. Пять раз таки компилим. Надо почистить проектик. Вот, все хорошо. То есть, видите, здесь только у нас... Сколько у нас один cpp-пичник, один только промежуточный файл. Ой. Ну и еще какие-то там фалики он докидывает. Так, как тут у нас что? А, тут ничего интересного. Это логи записаны. Но у нас уже есть папочка бинарник. Так, x86, как я создавал. Дебаг. И запускаем наш экзек. То есть, такая структура желательно бы держалась. И когда вы пишете, например, какой-то кроссплатформенные вещи, то, конечно, хорошо бы делать разделение еще по платформам. Потому что у каждой платформы будут свои библиотеки. Даже та же самая библиотека, код в один и тот же самый использую. Но под каждой из платформ у вас реализация этих библиотек скомпиленных будут разные. Например, на винде это точка lib. А по длину вообще unix-овая система там это точка а. Вот. Если вы хотите это все более конкретно, это как, больше как совет вообще, как держать в порядке. Но для домашки я вас буду требовать, то, чтобы у вас был отдельно бинарник выведен. И там у всех были настройки под x64 и под x86. Ну и, естественно, дебаг-релиз. Также у вас должен быть промежуточная директура. Там, где будут вот эти все промежуточные файлы. Его обычно называют obj папка. То есть у вас есть главная папка bin, obj и srk. То есть source. Там у вас будут храниться ваши сорцы. И вот в сорцах вы там уже в зависимости от ваших namespace тоже делаете свои директории вложенности. Если у вас там нужно будет какие-то ресурсы, у вас ресурсы никакие подтягивать не надо, вы спокойненько это делаете. Вот. И какие-то вопросы есть? Тут, честно говоря, такое больше как не настоятельство, а именно как совет был. Как лучше делать. Потому что когда проект разоставится у вас, и ресурсы, и исходники, и еще какие-то асиды тупо в одной папке, это разобраться очень тяжело. Поэтому нужно вот именно такую структуризацию делать. Если вопросов нет, тогда я вам расскажу немножко про статический анализ. Как показывает практика, статический анализ еще не каждый человек знает. Я для себя его открыл год назад на самом деле. Соврал не год назад. Три года назад. Вот. Что из себя статический анализ предполагает? Есть основные два вида. Ну, статический и динамический, понятное дело. Но будем говорить за статический. Что статический дает? Есть утилитки, вообще ПО очень мощная, которая позволяет прогнать ваш код и посмотреть, где у вас есть потенциальные ошибки. Которые могут привести... Во-первых, один из самых слабых, то есть проверяет, как вы пишете код. То есть он находит, используется ли ваша функция, либо не используется, да, например. Либо использует то, либо использует то. То есть, короче, лишнее помогает отбросить. Как минимум. Еще, как вариант, может еще более такие важные вещи, например, показать, где у вас, возможно, есть потенциальная утечка памяти. Вот такие вот вещи. Один из таких неплохих утилиток называется CPP Check. Вы ее можете халявно скачать и поставить плагин на визуалку, и у вас в тулзах появится тут такая вот примерно вот CPP Check Settings. И, например, вот Check current project with CPP Check. Давайте его сейчас проводим. Наш проектик. И вот он уже ругается. Unused variable year. Правильно. Она не будет юзаться. Поэтому как предупреждение. Допустим, я пишу такую вот вещь, там, да, PTR равняется 0. А потом PTR я типа разменовываю. Равняется 5. Опять-таки давайте прогоним через CPP Check. И вот он уже мне сам ругается, что мужик, у тебя неправильно все. У тебя нулевой PTR, а ты пытайся что-то записать по разменовому указателю. То есть такие вот даже... Я сейчас показываю вам очень утрированные ошибки, которые сейчас вот тут в 2-3 стаки видны. Но когда большой проект прогоняешь, там очень много таких вот вещей, которых он будет... Вам казалось бы, это мелочушка, но он будет на вас очень сильно ругаться. И будет прав. То есть я вам советую поставить дома себе эту штуку. Она халявная. Могу сказать, что даже компания Samsung использует в своих проектах. Там я с ней познакомился с этой программкой. Попробуйте покрутить там, когда будете писать свою домашку, потом прокрутите через CPP Check и попробуйте это все исправить. Есть еще более такие крутые вещи, как там PWS Studio. Она более строгая, но там у него тоже есть свои небольшие пробелы, но лично на больших... Ну, я на работе у себя прогоняю через PWS Studio и CPP Check. Сначала CPP Check, потом через PWS Studio, когда там, не знаю, в конце недели мы прогоняем. Потому что там могут такие быть вопросы, например, когда мы переносим код с 86 на 64. Ну, с x86 на x64. Там тоже могут быть вопросы по поводу работы с указателями. Потому что у нас PTR уже не 4 байта, а 8 байт. И мы хотим присуммировать им 4, у нас могут быть возникнуть проблемы. Как бы такие вот вещи. Ну, что показать, еще не знаю. Тут просто вам надо брать и пробовать делать. Вопросы есть какие-либо? Я думаю, тогда мы можем заканчивать.